Всем привет! Это обзор на первую серию шоу План Б. Ну как обзор? Обозревать там нечего. Поделюсь своим мнением по поводу выбранных дам и кавалеров для главных героев. Буду говорить лишь о тех, кого отобрали или кто под вопросом. Первому, кому дали призрачный шанс, это ветеринар Виктор Голиков. Что-то подсказывает, что в десятку он не попадет. Из его рассказа он наблюдает за Олей как за потенциальной клиенткой, а не как с девушкой. У нее две собаки и она любит лошадок. Ну и назвал он Олю лошадью, так как она любит лошадок. Я не вижу Олю с Виктором, хотя он и неплохой парень. Далее такой же призрачный шанс дали Саше Лукьяновой из Вологды. Вообще не вижу ее с Тимуром. В холостяке Тимуру нравилась Галя. Саша далеко не Галя и не Оля. Она может быть для Тимура другом, коллегой, но не женой. И если мужчине нравится девушка, то он ей об этом скажет. А в данном случае шанс был. А еще она блогер. А значит ей нужен хайп. Далее был Леон Клима. Не знаю зачем его взяли. Явно не Олин тип. Девушек у него было много, что не очень хорошо. Кобель. И про Олю говорит одну и ту же заученную фразу. Я иду не к Бузовой Оле, а к Оле. Когда говорят о душе, то не повторяют одно и то же. Дарья Губарева, футболистка, мне понравилась. Ей не сказали ни нет, ни да. Но вроде как из тех, кто ни нет, ни да, пройдет только астролог. Далее была Элина с Бали. То чувство, когда ее взяли чисто потому, что не надо тратиться на билет. Но мне Элина понравилась. Очень обаятельная. Не очень поняла, зачем взяли шеф-повара Кирилла Шульгина. Ничего против него, как человека, я не имею. Хороший парень. Но с Олей он вообще не смотрится. Ладно, Тимур, а мама-то Оли должна знать вкус дочери. Это как в прошлом сезоне Сергей Зеленский. Красавчик, но не в тему. Очень понравилась работница ТНТ. Светлана Филия. Милая, обаятельная. Знаете, на мой взгляд, Оля для Тимура постаралась. А вот Тимур халатно подошел к вопросу. Неудивительно, если в конце шоу Тимуру будет с девушкой, а Оля ни с чем. То есть ни с кем. Очень понравились две Олеси из Лос-Анджелеса. Моя фаворитка – это Елизавета, которая училась реставрировать иконы. Рукодельница, красавица. Понравилась Севилья. Не понимаю, зачем Тимур взял Валерия Поповича, хоккеистом. Он бабник, с Олей знакома, что толку. Хотел бы, давно добился бы. Еще не нравится, что он какой-то тормозной или пофигист. Зато понравился баскетболист Сергей Коробков. Он очень положительный. И почему не сказали сразу «да»? Непонятно. Например, Павлу Назарову, который был как минимум странен, сразу дали положительный ответ. Или Роману Гриценко, который уже имел шанс бороться за сердце Оли. Не понравился Денис Воронком. Какой-то высокомерный. Кстати, не показали фаворитов проекта. Наверное, оставили на десерт. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого!